А мы продолжаем информационный час на телеканале Алматы. Смотрите далее в выпуске. При хватке поливной воды фермеры потеряли до 30% урожая. Возместят ли ущерб пострадавшим? Антикор провел мониторинг деятельности коррекционного центра в Кунаеве после жалоб родителей особенных детей на несоответствующие условия. Подробности у Адели в Жаркеновой. Осталось чуть больше месяца. Как в Казахстане проходит подготовка к отопительному сезону? И на каком этапе ремонт ТЭЦ в регионах, расскажу я, Мира Ижанова. Среди утонувших в реке Средарья в Туркестанской области был 4-летний ребенок. Всего погибли 11 человек. Среди них 5 детей и 6 взрослых. Поиски двоих все еще продолжаются. Об этом сообщили в МЧС. Как отметили в ведомстве, место происшествия не приспособлено для купания. Подробности несчастного случая в репортаже Рамины Мерзалимовой. В той трагедии погибли члены четырех семей из одной династии. Несчастный случай произошел вечером 21 августа в реке Средарья. Несмотря на запрет, группа из 20 человек решила искупаться вблизи дорожного моста. В какой-то момент очевидцы услышали крики о помощи. Мы были на другой стороне. Видели играющих детей. После услышали крики и поспешили на помощь. Когда добежали, все были в панике. Мы вытащили 6 человек. Не знали, в каком они состоянии. Просто вытаскивали из воды на берег. Родные утонувших сейчас пребывают в шоке. По предварительной версии, люди прыгали в воду друг за другом, чтобы спасти утопающих. Но их всех затянуло в реку. Сначала один ребенок упал в воду. За ним последовала его мать, чтобы спасти. Потом и ее дочери. То есть из одной семьи пять человек. С другой семьи еще трое оказались в воде. Все они родственники. Как сообщили в МЧС, по всей видимости, на месте трагедии имеется воронка и углубление. Сырдаря – река, которая периодически меняет свое русло и скорость движения воды. Глубина русла тоже изменяется, отмечают спасатели. Тело первого утонувшего было обнаружено на дне реки. Примерно на глубине 50 метров. Второе тело обнаружено в 22,50 в 45 метрах. Всего в разысных мероприятиях задействованы 144 бригады, 16 единиц техники. Сейчас продолжаются поиски детей 12 и 10 лет. Тела девяти погибших уже предали земле. В МЧС назвали причину пожара на шахте Казахстанская в Карагандинской области. Как сообщил глава ведомства Сырым Шарипханов, ЧП вызвано горением конверной ленты, что привело к зажиганию угольных пластов. Пожар до сих пор не локализован. Его тушение осложняется тем, что огонь не на поверхности, а глубоко под землей. Напомню, 17 августа на шахте предприятия Арселор Миттл Тимиртау произошел пожар. В момент происшествия под землей находились 227 человек. 222 из них удалось эвакуировать. Пять горняков погибли. В данный момент проводится работа по тушению пожара. Для этого привлечены силы профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы. В данный момент работает 4 отделения по 5-6 человек в районе 30-33 человек. Для спасателей это небезопасно, но все меры техники безопасности предусматриваются. То есть есть передовой отряд, который тушит пожар, а есть отряд, который их страхует. Последствия сильнейшего потопа все еще устраняют в нескольких селах области ЖТСУ. Из-за проливных дождей тогда затопило 89 домов Ячко-Ульмесе и Карабулаки. 22 из них признали аварийными и решили снести, чтобы построить новые. Остальные решено отремонтировать. Но владельцы затопленных жилых объектов против и требуют возвести им другое жилье. О ситуации в регионе после ЧП Эльвира Лекерова. Дума и наш Кназевой один из первых принял на себя удар стихии. Во время наводнения людей в жилом помещении не было. Новость о том, что их жилье затопило, женщина узнала от соседей. Сейчас от былого уюта ничего не осталось. Посмотрели и сказали, что дом сделан из красного кирпича и подлежит капитальному ремонту. Как мы будем жить в этом доме дальше? Ведь здесь пахнет сыростью. И даже после ремонта этот запах не уйдет. Этот дом мы купили три года назад в кредит. Сейчас он находится под арестом. Всю силу течения дождевой воды ощутила и семья Тайжановых. Их стихия застала врасплох. А вот и успели вынести только документы. По решению комиссии жилье подлежит сносу. Так как он саманной, заявили специалисты. Из-за потопа семья осталась без урожая. Пострадали порядка 40 домашних птиц в сарае. Все пропало, нет вообще. Вот перец домик. Оперец какой-то хороший урожай был. Вон там он урожай. Морковь, швиклак, капуста, все накрылось. В тот день, 12 августа, в Искельдинском районе за час выпала двухмесячная норма осадков. Дождевая вода вместе с грязевым потоком с гор зашла прямо в дома. Обошлось без жертвы и пострадавших. Всего из потопленных дворовых территорий спасатели откачали порядка 3,5 тысячи кубометров воды. Сейчас на месте ЧП работает спецкомиссия, которая ведет подсчет нанесенного ущерба. После чего пострадавшим окажут материальную помощь. После обхода комиссии были выявлены потопленных 89 домов. Из них 67 подлежат среднему капитальному ремонту. И 22 домов подлежат сносу. Это по предварительной информации экспертов. В течение 2-3 дней конкретную информацию они уже точно дадут. Сейчас ведутся подсчеты. Помощь будет выплачена. Согласно заключению экспертов, будет выплачена компенсация. Кому-то будет ремонт сделан домам. Дома, которые подлежат аварийному сносу. То есть им будет выдана другая квартира, жилье. Сейчас в районе проводится работа по очистке и расширению пропускной способности русла канала. Это делается для того, чтобы заблаговременно предотвратить подобный ЧАЭС в будущем. Эльвира Ликерова, Надир Хамзин, телеканал Алматы, область ЖТСО. Из-за длительной жары и нехватки поливной воды сразу в шести районах Жамбулской области ввели режим ЧАЭС. Фермеры региона в этом году потеряли до 30% урожая по сравнению с прошлым годом, сообщили в областном Акимате. Из-за малого поступления воды со стороны Кыргызстана пострадали порядка 8 тысяч гектаров, в том числе посевы такой социально значимой культуры, как сахарная свекла. Как заявил премьер-министр Алихан Смаилов, пострадавшим от засухи казахстанским фермерам покроют расходы, ускорят выплату субсидий и продлят сроки кредитов. В этом году мы засеяли более 580 гектар свеклы. Но нехватка воды и жара, которая доходила до 40-45 градусов, просто сожгла большую часть урожая. Уже сейчас нужно готовиться к осенней уборочной кампании. Однако сахарный завод до сих пор не заключил договоры с нами. Мы терпим огромные убытки. На некоторых казахстанских ТЭЦ не хватает запасов угля. Речь идет о пяти регионах страны, в том числе Карагандинской, Акмолинской и Туркестанской области. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов. О том, как проходит подготовка к предстоящему отопительному сезону, узнаем у нашего столичного корреспондента Миры Альжановой. До начала отопительного сезона осталось чуть больше месяцев. В правительстве сегодня подвели итоги подготовки к осенне-зимнему периоду. В некоторых регионах есть риск, что ремонт основного оборудования на теплоэлектроцентралях не успеют к сроку. И это несмотря на коммунальный коллапс, с которым столкнулись жители нескольких городов прошлой зимой. Экипостус идет по графику. Мы сказали, что отставание идет по городу Ридер. По Ридеру, да, небольшое отставание, но работаем над тем, чтобы вот эти сроки отставания наверстать. Соглашение ждали от Акимата с собственником. Потом был процесс выделения денег из резерва. Сейчас деньги все выделены, подрядчики все разделены по объекту. И процесс по всем, ровно по шести котлам, по всем идет. Вместе с тем, по данным Минэнерго, наблюдается нехватка угля в ряде регионов. К примеру, на шести ТЭЦ запасы твердого топлива ниже нормы. Это в Карагандинской, Акмолинской, Туркестанской, Североказахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Премьер-министр Альхан Смаилов выразил свои опасения касательно подготовки к холодам. Есть факты отставания от графиков. А в отдельных случаях переноса ремонта на следующий год. Есть опасения за бесперебойность работы таких объектов. Так, необходимо отметить, что в зоне риска города Тимртау, Ридер, Экипостус, Жесхазган и Мангастауская область. По словам премьер-министра, в четырех регионах ремонт сети ТЭЦ по снабжению выполнен менее чем наполовину. Это Алматинская, Мангистауская, Казалардинская и Абайская области. Чтобы не допустить ажиотажа с углем, глава Кабмина поручил Акиматам в течение двух недель проверить пункты заготовки твердого топлива. Нужно проконтролировать его качество, обоснованность цен и графики поставки, заключил Алихан Смаилов. Тем временем в Алматы активно готовятся к отопительному сезону. По данным прислужбы Акимата города, общая готовность энергокомплекса и инженерных сетей 75,6%. Теплоснабжение готово на 75%, электроснабжение на 72%, обеспечение газом на 77%, по водоснабжению и водоотведению работ выполнены на 80%. Полная готовность коммунального хозяйства Алматы к предстоящему отопительному сезону будет обеспечена до 1 октября. Вы смотрите новости, далее выпуски. Антикор провел мониторинг деятельности коррекционного центра в Кунаеве после жалоб родителей особенных детей на несоответствующие условия. Подробности у Аделя Кжаркеновой. Обойти закон. Какие хитрые уловки используют мопедисты, чтобы не следовать правилам. О результатах очередного рейда расскажу я, Айдана Нураш. Вы смотрите новости, продолжаем выпуск. Хайрат Буранбаев признал вину по делу о хищении средств при покупке российского газа. Столичный суд удовлетворил ходатайство о заключении сделки с органами уголовного преследования. Сообщается, что соглашение поддержали все представители защиты и подсудимый Роман Наханов. Напомню, в марте этого года суд первой инстанции признал Хайрата Буранбаева, Романа Наханова и Таира Жанузака виновными в присвоении чужого имущества и отмывании денег. Тогда подсудимых приговорили к 8 годам лишения свободы. Однако в июле суд по уголовным делам Астаны отменил приговор. Причиной стало составление приговора с нарушениями законодательства и отсутствие доказательств мошеннических схем. В агентстве по финмониторингу сообщили о пресечении очередной финпирамиды. На этот раз жертвами обмана стали порядка 300 человек в Атараусской области. Предварительная сумма ущерба составила 49 миллионов тенге. Как оказалось, подозреваемые организовали деятельность потребительского кооператива КАСХОМ. Они извлекали доход, привлекая деньги и физических, и юридических лиц. Таким образом, злоумышленники перераспределяли активы, обогащая одних участников за счет взносов других. Уголовное дело по данному факту расследуется департаментом АФМ по Атараусской области. В ходе расследования выяснилось, что деятельность кооператива привлечено 296 вкладчиков, из которых подали заявление только 35 лиц, где сумма ущерба по данным заявлениям составляет более 49 миллионов тенге. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Антикоррупционная служба выявила нарушения в центре дневного пребывания Кунаева. После выхода в эфир нашего телеканала сюжета о жалобе родителей в ведомстве решили провести проверку. По предварительным результатам в учреждении работали неквалифицированные специалисты, отсутствовали камеры видеонаблюдения, а маленьких постояльцев с диагнозами ДЦП и аутизм, которые там обучались, не докармливали. Аделя Вжаркенова продолжит тему. Скандальный центр дневного пребывания, где принимают и обучают детей с тяжёлыми диагнозами, открылся всего несколько месяцев назад. Всё это время родители пытались достучаться до администрации, чтобы пожаловаться на работу специалистов. Не устраивает папа и мам и отдалённое местоположение учреждения. Мы были очень рады, когда центр открылся. Мы очень нуждаемся в таком учреждении, потому что в городе много детей с инвалидностью. У моего ребёнка, к примеру, ДЦП со спастическим гиперкинезом. Он прикован к коляске. Из-за того, что центр в часе езды от города, я не могу отдать туда сына. Есть ещё дети с судорогами, неусидчивые. А если у кого-то начнётся приступ, изначально обещали совсем другое. Почему не учли нашего мнения? Беспокоят родители и то, что центр делит территорию с зоной отдыха, где спокойно расхаживают посетители. Однако руководство учреждения не видит в этом никакой проблемы. По словам директора, все условия соответствуют специальным стандартам для содержания детей с особыми потребностями. Уважаемые родители, мы работаем во благо наших детей. Все условия сделаны именно для удобства наших детей. Если отдельным родителям это не устраивает, не нравится, пусть обращается в индивидуальном порядке. Но вот в областном управлении социальных программ так не считают. По факту проводится служебное расследование. А после освещения нами этой темы проблемы заинтересовались в антикоррупционной службе. В рамках проекта «Антикоррупционное волонтёрство» нами был проведён мониторинг социального объекта по жалобам родителей, в ходе которого были выявлены ряд недостатков по обеспечению особенных детей в социальном объекте. Нами будут направлены соответствующие письма в Акимат Алматинской области и в антикоррупционную службу по Алматинской области. В Акимате сообщили, что итоги расследования обязательно обнародуют общественности и родителям детей. На сегодня в Алматинской области зарегистрировано более 40 тысяч человек с особыми потребностями. 6,5 тысяч из них – дети. Аделя Кжаркенова, Медецаматула, телеканал «Алматы». Техническая неисправность – такова предварительная причина крупного ДТП на проспекте Альфа-Раби в Алматы. Об этом сообщили в департаменте полиции. Расследование по факту массовой аварии продолжается. В результате происшествия, напомню, пострадали 7 человек, четверо из них – дети. Они получили незначительные ушибы и были отправлены на амбулаторное лечение. Накануне водитель грузовика, двигаясь в северном направлении по улице Жамакаева, проехал прямо на проспект Альфа-Раби и протаранил другие три транспорта, ехавшие на запад. После чего авто, у которого предварительно оказали тормоза, выехало на обочину проезжей части и застряло в Арыке. Всего были повреждены четыре легковушки. Свыше 120 аварий произошло в Алматы по вине мопедистов с начала года. В результате погибли два человека. Всего владельцы двухколесного транспорта совершили почти 6 тысяч правонарушений. Такие статданные привели в городском департаменте полиции. Ранее мажористмены приняли к рассмотрению новый законопроект, который ужесточает требования к водителям мопедов. Пока же дорожные инспекторы ограничиваются предупреждением. Айдана Нураш расскажет подробнее. Алматинские полицейские вышли в очередной рейд. Проверять документы и разъяснять правила на этот раз приходилось мопедистам, на которых нередко жалуются автолюбители. Специалисты говорят, что нередко двухколесным транспортом управляют подростки, которые не знают ПДД. Без каски ездят, по тротуарам ездят, на полосу встречного движения выезжают. Дорожные транспортные происшествия сейчас учтились. Будут изменения в административном кодексе. Им уже нужно будет тогда зарегистрироваться в транспортных средств, получить государственные регистрационные номера водительского удостоверения. Обязательно соответствующая категория у него должна быть. Страховой полис должен быть. Кроме нарушений элементарных правил дорожного движения, у мопедистов широко распространилась и другая тенденция. Мопедисты нашли хитрый способ, чтобы обойти закон. Они вступают в сговор с производителем и присваивают транспорту объем 49 кубометров. Хотя по факту он намного больше. И все это не просто так, ведь такие проделки освобождают мопедистов от многих обязательств и забот. Мопеды объемом меньше 50 кубов, на которых, кстати, работают многие курьеры, не считаются транспортным средством. А значит, наличие водительского удостоверения в этом случае не требуется. Их очень много. С Китая привезли 70 контейнеров мопедов. Они все по 50 куб ведут. Есть такие мопеды, еще 220 кубов. 200 кубов ведут. Они тоже по документам 50 кубов. Но на вид посмотрите, не поверите, что 50 кубов. Конец такому беспорядку поставит новый законопроект. Согласно документу, регистрации будут подлежать все мопеды, независимо от технических особенностей. Нововведение вступит в силу в сентябре. За его принятие выступили алматинские общественники и депутаты. Мы за то, чтобы каждому мопеду присваивались номера. И после этого мы можем уже каким-то образом регулировать дорожные движения. Ну и сотрудникам полиции, я думаю, будет легче это делать. С начала года к административной ответственности привлекли почти 6 тысяч водителей мопедов. По их вине произошло свыше 120 ДТП. В результате погибли два человека. Казахстанские первоклассники, чьи родители не успели сдать документы в срок, смогут пойти в школу 1 сентября. Их регистрацией займутся в управлениях образования. Об этом сообщил глава Минпросвещения Гани Бесимбаев. По его словам, для этого на местах созданы спецкомиссии. Но вот решить проблемы трехсменки полностью не получится. Но этим вопросом ведомство занимается, отметил министр. О грядущей школьной паре Дина Женобекова. На сегодня капремонт проводят сразу в 260 казахстанских школах. Работы на 194 объектах полностью завершат к 1 сентября. Большую же часть оставшихся учебных заведений введут в эксплуатацию до конца года. Заверили в Минпросвещение. Остальные школы, они по плану. За три месяца иногда не все школы могут завершиться. Оно запланировано за пять месяцев, за шесть месяцев, за восемь месяцев. Это зависит от объема школы. Тем временем в этом году в первый класс пойдут свыше 364 тысяч детей. А проблема трехсменного обучения в республике полностью не решена. Чтобы устранить дефицит ученических мест, сейчас активно строят новые образовательные учреждения, заверил министр. Уже с этого года, с построением 154 школ, которые будут введены в эксплуатацию, уже 130 тысяч мест будет решено. Это как раз я докладывал перед президентом. А вот что касается детей, чьи родители не успели вовремя сдать документы, смогут пойти в школу. Их регистрацией будут заниматься местные управления образования, сообщили в Минпросвещение. Большая часть родителей первоклассников успели сдать документы в срок. Что касается детей, которые до сих пор не закреплены в школах, то этим вопросом будут заниматься в местных управлениях образования. Для этого создаются специальные комиссии. Как сообщил Ганиби Симбаев, 70% первоклассников будут обучаться на государственном языке. Этот показатель вырос на 5% по сравнению с прошлым годом. Алматинские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по стрельбе с пневматической винтовкой на чемпионате мира. Сегодня в Баку стартовали состязания на трех позициях среди женщин. После второго этапа в общем зачете лучший результат в составе национальной сборной показала Арина Алтухова. Она стала 52-м номером, набрав 578 баллов по стрельбе на коленях, лёжа и стоя. А Александра Ле заняла 67-е место. Есть над чем работать. Следующие у меня будут упражнения – это лёжа и лёжа-микс. Также я буду стараться для получения медали. Сегодня мы отстреляли упражнения на 50 метров. Три позиции. Мы прошли с первой квалификации во вторую. Показали свои результаты. Новый взгляд, поучительная история и продвижение патриотических ценностей. Телеканал «Аматы» приступил к съёмкам сериала «Адлет Нжоле». Премьера 10-серийной киноновеллы пройдёт уже в ноябре. В центре сюжета – история молодого чиновника Адлета. Заместитель Акима Небольшого посёлка планирует участвовать на предстоящих выборах главы населённого пункта. Мужчина надеется на честную гонку и мечтает за время своего руководства улучшить благосостояние односельчан. По словам авторов, сериал позволит продвинуть идеи патриотизма и повысит гражданскую осознанность в обществе. Мой персонаж очень ответственный, образованный и справедливый человек. Он мечтает искоренить коррупцию и кумовство. Мне очень близки его личные качества, и я симпатизирую ему, как человеку. На этом наш выпуск завершён. Спасибо, что были с нами. Делитесь интересными новостями по номерам, указанным на экране. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова